Здравствуйте всем! Мы начинаем очередную нашу встречу нашего замечательного цикла «Человек в других людях». И сегодня у нас в гостях Никита Елисеев, историк, кино- и литературный критик, и свист, публицист, и... Библиограф, российский библиограф. И вот Никита приехал с невероятной, мне кажется, интересной темой, которая связана с возможным прототипом «Стрельника», я правильно понимаю? Да. Значит, из всем известного романа. Вот, благодаря, кстати, вот готовясь, так сказать, и думая как-то про эту встречу, я стал перечитывать, понятно, доктор Зевага и страницу, связанную со Стрельниковым, и получилось все раз огромное удовольствие. Просто книжки в очередной раз. Вот, и, конечно, я очень благодарен Никите, чьи эссеи, всякие работы я тоже немножко читал и знаю, и замечательно, что вы приехали. Вот, на встрече присутствует, что совершенно невероятно, значит, до дочь Григория Сокольникова, Гелияна Григорьевна, и тоже спасибо вам, что вы пришли, это совершенно... Да, и спасибо Михаилу Викторовичу, который, да, он проедет, пожалуйста. Который не об этой встрече сказали. Да, да, да. Все, я замолкаю, значит, обычно так, значит, вот гость делает мне это сообщение, потом мы начинаем бомбардировать вопросы на всякие... Очень хорошо. ...эретики и так далее. Значит, спасибо вам большое, прежде всего я страшно благодарен Лене Лурье и Ирине Алексеевне за то, что они меня пригласили, потому что... Каким бы ни был мой доклад, для меня это все равно орден. Я нахожусь в доме Пастернака. Это уже что-то, уже то, что я походил здесь, посмотрел этот дом и увидел работу Леонида Пастернака и рояльные гаузы. Это уже то, чем я буду гордиться. И уже то, что я сижу рядом с дочкой Григория Саконникова. Так что огромное вам спасибо. Второе. Я нахожусь в очень сложном положении. Потому что... Вот именно из-за возможного прототипа. Потому что я абсолютно и стопроцентно убежден, что это невозможный прототип, а единственный прототип. Это, собственно, факт. Это настолько... Понимаете, я несколько раз пытался доказать этот факт, и всякий раз мне это не удавалось. Потому что, судя по всему, очень важно в открытиях... Это мое открытие. Так вот, очень важно в открытиях не только что-то открыть, но и что-то доказать. Вот в случае с доказательством у меня что-то не работает. Наверное, потому что для меня это слишком очевидно. А слишком большую очевидность доказать, как выясняется, очень трудно. Значит, я думал, почему мне не удается это доказать на докладе в мемориале, в статье, которую я пытался куда-то всунуть, и все договорили, что это неубедительно. И я думаю об этом, подумал вообще о прототипах. Вообще о прототипах, так скажем. На самом деле, довольно интересная вещь. Дело в том, что читатель, внимательный или зритель, что-то чувствует, когда он видит какого-то героя в том или ином произведении. Что-то его торкает. Он понимает, грубо говоря, что это партия. Пример тому совершенно замечательное интервью с прекрасным английским писателем Грэмом Грином по поводу его фильма, снятого по его сценарию «Третий человек». Не знаю, видели ли вы кто-нибудь из вас этот фильм. Если кто-то не видел, посмотрите обязательно. Это один из лучших английских фильмов. Вот. И интервьюер спросил у Грэма Грэма Грэна, а вот этот вот Гарри Ларин, обаятельный, талантливый преступник, в которого невозможно не влюбиться. И когда он гибнет, все равно ты понимаешь, что это правильно. Но в него невозможно не влюбиться. Вот такое впечатление, что он с кого-то списан. Могу себе представить, как улыбнулся Грэм Грэм в этот момент. Он сказал, что да, вы правы, отдает должное вашей интуиции. Он действительно списан. Это Ким Филд. Если вы будете смотреть фильм «Третий человек», то вы вспомните, что вот этот самый Гарри Лайм, которого гениально играет Орсен Уэллс, это и есть герой Советского Союза, двойной агент Ким Филби, который некоторое время был в Вене непосредственным начальником своего друга Грэма Грина, когда он работал в МИИ-5. Значит, и эта история очень красивая. Она как-то является неким, ну, что-то вот зачинкой. Потому что, вообще говоря, если бы Грэм Грэм так не сказал, никто бы и в жизни не додумался, что Ким Филби – это прототип Гарри Лайма. Более того, если бы кто-нибудь сказал, что вот он, который до этого вопроса быть не может, то уж с ума сошли. Причем здесь Ким Филби? Образованный оксфордский мальчик, и этот американский, в общем, желоб, нахал и все такое. И я стал вспоминать другие замечательные прототипы и понял, что тут есть некая закономерность. Допустим, ну, Шостов-то сокровищем все читали. И, конечно, все помнят о Сильвера. Ну, кто ж не помнит Сильвера? Чудесного, замечательного. О, Джордж Мэрик! Рад видеть тебя без веревки на шее. Вот. Но мало кто знает, а это факт, что у него был прототип. И это совершенно замечательный поэт. Нет, поэт он так себе. Совершенно замечательный издатель, который издавал первый издатель Герберта Уэллса, Джорджа Бернарда Шоу, Реберда Киплинга, Оскара Уальда, Роберта Юйса Стивенсона и Джозефа Конрада. То есть, вообще говоря, издатель, который создал классику литературы 20 века. Его звали Уильям Стэнли Хенли. Он писал очень патриотические, высоконравственные баллады. Он страдал костным туберкулезом, поэтому ему отпилили ногу. И после того, как ему отпилили ногу, ходил он на костылях. Вот. И после того, как ему отпилили ногу, он написал знаменитую балладу «Непокорённый». Такую вот, как закалялась сталь. Вот мне отчекрыжили ногу, а я всё равно за Англию и культуру буду сражаться. Собственно, опять же, никто бы близко не подумал, что Хенли – это прототип Сильвера. Если бы Стивенсон не написал ему, что ваша увечная мощь, ваша властность, ваша остроумие отразились в образе моего этого самого героя. Мне было интересно изобразить человека, который одним звуком голоса способен остановить разгульную пиратскую вольницу. Это вы. Надо сказать, что Хенли этому не очень порадовался. И когда вышло в его издательстве иллюстрированное издание, и художник, который знал тайну Стивенсона, стал срисовывать Хенли, который был худощавым. Обратите внимание, что в «Острове сокровищ» написано, что Сильвер худощавый. Хенли специально написал Стивенсону, что он очень просит, чтобы его не изображали, и чтобы Сильвер был толстый. Потому что мало того, что он значит вот этот, так и общая его. И вот с этих пор возник вот этот образ Толстого Сильвера, который на самом деле не толстый. Вот, если бы Томас Манн не написал коммунисту, крупному философу марксистскому, по сути дела, последнему мощному марксистскому философу, первому наркому просвещения Венгерской Советской Республики, сыну венгерского банкира Левенгера, которому Франц Иосиф дал баронский титул фон Лукач, если бы он не написал Георгу Лукачеву, что «Вы уж меня простите, пожалуйста, но вы, конечно, узнали себя в образе нафты», то никто бы и близко не догадался, что сын бедного еврейского ремесленника, образованный иезуит, католик-реакционер, и это основой его, так сказать, образа является, вот, собственно говоря, Георг Лукачев. Поэтому определять прототипы очень трудно. По какой причине? Во всяком случае, раньше. По той причине, что до определенного времени, ну, скажем так, до поры постмодерна, ну, или модерна, у писателей было четкое правило. Если ты с кого-то срисовываешь портрет, то ни в коем случае нельзя делать так, чтобы этот портрет узнали все. Пусть этот портрет узнает тот, с кого он срисован. Это можно. Или его близкий человек. Но чтобы все узнали, это нехорошо. Известен скандал, который произошел с Фадеем Венедиктовичем Булгариным, с его знаменитыми записками Чухина. Сразу после смерти Александра Сергеевича Грибоедова, Фадей Венедиктович Булгарин, который был другом Грибоедова, написал вот такую повесть, в которую он изобразил совсем не сатирически своего друга Грибоедова. Был скандал, потому что нельзя изображать человека в художественном произведении так, чтобы его узнали все. То есть до Пруста, который спокойно писал свои в поисках утраченного времени, и все знали, что Паламет де Шарлю это де Монтескию, и де Монтескию даже точил шпагу, чтобы проколоть просто. Хотя Паламет де Шарлю один из самых обаятельных героев, он мне очень нравится. До Джойса, который, так сказать, описал сыновитого жирного быка Маллигана, и все знали, кто это. И уж чтобы завершить эту кампанию, до Довлатова все прекрасно знают такой Критик Лермонт. Вот, описывать людей так, чтобы их узнавали все, было нельзя. Это было против литературных приличий. А Борис Леонидович Кастернак, несмотря на свою футуристическую авангардистскую юность, был человеком все-таки старой школы литературных приличий. Ну, опять же, возьмем его апеллесовую черту. В принципе, понятно, что в этой апеллесовой черте Пастернак описывает какую-то свою историю. Но понять, кто там гений, кто там релинквиминий, а кто там женщина, которую гений уводит от релинквиминий, я боюсь, что мало кто догадается. Хотя наверняка там какая-то история рассказывала. Мы ее не можем, так сказать, определить. Но помимо этой вещи, просто забитой в саму структуру писательского сознания и в саму структуру того, что писатель делает, была еще одна вещь, которую Борис Леонидович Кастернак учитывал, когда он писал своего стрельника. Григорий Яковлевич Сокольников, сын московского аптекаря, и, кстати говоря, этот московский аптекарь был военврачом в русско-турецкую войну. Даже награды какие-то имел за это. Это был человек, который был реабилитирован только в 1988 году. Эренбургу с огромным трудом удалось протащить Сокольникова в свои люди годы жизни. Он был закрыт со всех сторон. В силу многих причин, кроме всего прочего, еще и потому, что он был на том самом первом процессе 1936 года параллельного антисоветского троцкийского центра. А все, кто в этом процессе участвовали, все, кто были осуждены, все были реабилитированы в 1988 году. Ни в советско-исторической энциклопедии, ни в политэкономической энциклопедии, ни в Большой советской энциклопедии, нигде Григорий Яковлевич Сокольникова не упоминали. Упомянуть его и без того, так чтобы все догадались, кто это, и без того, в общем, находящийся, мягко говоря, под ударом книги, было, в общем, довольно опасно. А Валерий Леонидович Пастернов был по-настоящему храбрым человеком. По-настоящему храбрый человек – это не тот, кто закрывает глаза. Ну, помните, как Печорин и Грушницкий. Печорин говорит, что странная храбрая – закрыть глаза, размахивая шашкой, лезть на укрепление. По-настоящему храбрый человек всегда знает, что такое опасность, и глаза не закрывает. Он, по-настоящему храбрый человек – осторожный человек, как это ни парадоксально. Это вот эта причина еще и того, что он, да, зашифровал своего стрельника. Третья причина, я не знаю, работники музея согласятся со мной или нет, состоит в том, я, может быть, скажу, нечто такое, ну, как-то шокирующее. На мой взгляд, Борис Леонидович Пастернак, вот если говорить с детской психологией, был таким типом, очень интересным, типом хулигана-отличника. То есть, это был человек, который совершает некое хулиганство на голубом глазу. Опять же, очень смело и в то же время очень осторожно. Ну, я приведу один пример. По-моему, этого примера никто не знает его хулиганство. Настоящее хулиганство. Разумеется, всем известно его про сталинское стихотворение, где живет не человек деяния размером чего-то в шар земля. Правильно? Всем известно, конечно. Но мало кто знает, что у немецкого поэта Стефана Георгия, у которого были очень непростые отношения с нацистским режимом, то есть, нацистский режим его очень любил, а он очень не любил нацистский режим, и когда он установился, уехал в Швейцарию и сказал, чтобы эти пошляки, хамы и жлобы не смели, опозорившие его свастику, и то он ввел в культурный оборот свастику, чтобы они не смели не праздновать его юбилей, а если он помрет в Швейцарии, чтобы от его партии, от этой гадкой партии, вот, никто не смел привозить ему венок. Но венок все-таки привезли, довольно любопытно, кто привез этот венок. Это был Клаус фон Штауфенберг, ученик Стефана Георгия, тогда нацист. В будущем он попытается подорвать Нитлера. Но он был учеником Стефана Георгия, и он, значит, привез венок в партии. Вот, так вот, у этого Стефана Георгия, еще до нацистского режима, было стихотворение, которое печаталось во всех нацистских христоматиях. В стихотворении было сказано, что вот сейчас в Германии полный развал, полное безобразие, вот, придет время, и появится человек, появится вождь. И это будет не просто человек. Кайнменш, абертат. Что значит в переводе не человек, деяние. То есть, ну, как сказать, это супер-хулиганство. То есть сообщить Иосифу Сергеевичу, Иосиф Сергеевичу, а вы же наш фюрер. О, то есть, вот за вождь. Ну, понимаете, по-немецки, ведь фюрер это вождь. То есть, вы наш фюрер. А что я сказал? Вот это и называется хулиганство отличника. С голубым на голубом глазу, мне что сказать. И, в общем, элемент такого хулиганства был, конечно, в таком вот изображении абсолютно забытого, забитого. Дальний ящик одного из важнейших деятелей и Октябрьской революции, и Советского строительства. Важнейших деятелей. А, наконец, третья причина вот этой зашифрованности. Значит, ну, опять же, психологии и ситуации Бориса Леонидовича Пастернака. Так как тут очень славно распределилась эта четверка поэтов, великих поэтов России, Анна Ахматова, Борис Пастернак, и Марина Цветаева, и Мадельштама. Они были все четверо очень умными. Все четверо гениальны. Но, как бы это сказать, какое бы слово подобрать? Словом так, абсолютно в неоскорбительном смысле, не по отношению к Ахматову и Пастернаку, не по отношению к Марине Цветаеву и Мадельштаму. Мадельштам и Марина Цветаева были, прошу прощения, неадекватны. Вот я нашел это слово, неадекватно. Когда как Ахматовы и Пастернак были очень адекватными людьми. Чудовичное слово. Они все очень хорошо понимали и о себе, и о мире, в котором они оказывались. И очень хорошо понимали, что они делали. А Пастернак прекрасно понимал, что что бы он ни написал в ситуации доктора Живаго, хорошо ли, плохо ли, неважно. Вот в ту ситуацию, которую он создал, этот роман будет изучаться. Все равно он останется. Все, что он сделал с доктором Живаго, тот, так сказать, прорыв фронта, он останется. Там про доктора Живаго разные говорят, начиная от Набокова и кончая Умри Ронаном. Но тем не менее он знал, что как бы ни говорили про этот роман, что он неудачен, что там нелепости сюжетные, что там то и сё, все равно его учить в школах будут. И изучать его исследователи будут. Вот так будут и всё. Потому что это вот всё, он это сделает. И, собственно, он вполне предполагал, что спустя 50 лет какой-нибудь комментатор или исследователь, ну, исследуя, так сказать, события на Урале времён Гражданской войны, и ползая по разного рода статьям, документам, ещё чем-то, вот, увидев фамилию командарма Стрельников, потом, когда он залезет в эти документы, первое, с чем он столкнётся, это будет фамилия Сокольников. Фамилия человека, который был послан на Урал. Никогда. А, чего? Никогда не было. Вот видите, вы этого не знаете. По ноябре 18-го года Сокольников был на Урале. Никогда. Это интересно. Дело в том, что я это знаю лучше. Это вам сказал человек, который... Нет. У меня документы всё есть. Нет. Дело в том, что он был на Урале. Это действительно так. Это исторический факт. Он был на Урале. Он был там небольшое количество времени, но то, что он сделал там, собственно, вашего отца, как это, посылали на самый... Только не туда. Вы хотите сказать Южный фронт? На Южном фронте он был, когда он ликвидировал прорыв Мамонтова. На Южном фронте он был, когда он ликвидировал прорыв Мамонтова, уже после того, как он ликвидировал Пермскую катастрофу. Так называемую. Нет, а также... Ну, подождите, давайте Никита расскажет, а потом вы его интересны. То есть, простите, каким образом это может быть не так, когда про это на Арпеках... Документы все есть. Значит, документы... Какими армиями командовал Сокольник? Тогда он не командовал армией, он был заместителем... Он всегда командовал. Нет, он был заместителем командарма Паттона. Кого? А, я не знаю, кого. Но я вас... Нет, извините. Давайте я вас не буду перебивать. С июля по ноябрь 18-го года... Он заключал Брестский мир. С июля... После заключения Брестского мира он был отправлен ликвидировать так называемую Пермскую катастрофу. Именно там, на Урале, после того, как он подавил и Жевское, и Воткинское восстание, то самое восстание, о котором говорит... Воткинский он командовал, да. Но это было не в 18-м году. Нет, это было в 18-м году. До Токон, до Брестского мира. До Брестского мира. Вы же сами сказали, что он в Воткинском. Мы и в Воткинске июже... Он был на Урале в это время. Это первое, с чем сталкивается человек. Потому что была серьезная, так называемая, пермская катастрофа, куда был кинут Григорий Сокольник. И Жевск был. Вторая армия была. Правильно, вторая армия. Вот об этом я и говорю. Вот он ликвидировал... Вот видите, вот как мы с вами славно согласились. Вот, его послуждают... Я что-то плохо разбираю на географии. Ну, так это Урал. Воткинск, это Урал. Я не думала, что это Урал. Это Урал. Это Урал. Это как раз то самое место в районе, рядом с Перми. Это Урал. Там он командовал армией США. Второй. Все. Он был на Урале. Это первый. Он командовал второй, восьмой. Восьмой. Все правильно. Туркестанский фронт. Да, совершенно верно. Член РМВН Совета Трех Южных. Все правильно. Значит, вот, собственно, его послужной список. Прислал телеграмму Ленину прекратить рассказать. Да, да, да. Прекращено рассказать. Так, подождите. Георгий Георгий Георгий, давайте, действительно, дадим идти сюда, потому что потом у нас специальное время для людей. То есть, все, значит, совершенно верно. И очень интересно будет, естественно, вас послушаем. Его послужной список последнего периода содержало Устнебдинское и Нижнекельмецкое дело, дело губасовских христиан, оказавших. В его формуляр входило дело о солдатах-разенцах, поднявших восстание в городе Туркатуе и с оружием в руках, перешедших на сторону белогвардейцев. Да, это то самое дело Ижевско-Воткинское о том, как целый полк Красной Армии перешел на сторону белых и, кстати, воевал на стороне белых под красными знаменами, что самое интересное. Вот. Да, совершенно верно. То есть, первое, с чем он столкнется, это будет Сокольников. Потому что это он. Это была так называемая пермская катастрофа, когда войска учредительного собрания прорвали фронт. И когда начались крестьянские восстания. Именно туда был брошен Григорий Сокольников. Вообще, ваш отец всегда бросался на самые опасные участки фронта и всегда с этим справлялся. Вообще, в любом смысле фронта. Борис Бажанов, Борис Бажанов, знаю я, о чем он писал. Вот, да. Который вообще, как вы можете догадаться, про большевиках, о большевиках писал не очень хорошо. Тем не менее, про вашего батюшку... Никита, ну вы объясните, тот Борис Бажанов, это вот... Борис Бажанов, это бывший секретарь Сталина. Бежавший от него. Бежавший от него и написавший, ну, не очень, не очень, вот... Написавший, может, ни в чем-то не очень верные мемуары, но, в принципе, значит, вот, ну вот он написал, что вот... Один из самых блестящих и талантливых большевистских вождей Сокольников. Какое бы дело ему не поручали, он с ним справлялся. Это так. Это абсолютно... Вот, так вот, когда он столкнется с этим самым Стрельниковым-Сокольниковым, то первое, о чем подумает читатель, это о том, что Борис Леонидович Пастернак был поэтом. Ну, ну, как-то ничего, да, такое утверждение? Неожиданное для музея. Вообще, Борис Леонидович, а поэт, он, вообще-то говоря, мыслит созвучиями. Он мыслит рифмами. Смотри письмо Иосифа Бродского к одному молодому поэту, что, вообще говоря, вы неверно работаете, вы идете от мысли к рифме. То есть вы сначала что-то придумали, а потом вы к этому подгоняете рифму. А нужно идти совсем наоборот. Нужно идти от рифма к мысли. Сама рифма приведет вас к неожиданной мысли. Собственно, точно так же работает любой... Ой, здравствуйте, Олег. Приветствую. Здравствуйте, как вы вовремя? Вот, кстати, и поэт пришел замечательный, Олег Клебников. Да-да, сосед. Да, присаживайтесь. А вы тут сюда... Значит, да, вот, собственно, я остановился, да, на Стрельниковой и Сокольниковой. Да, то есть, собственно, поэт работает рифмами, и это подтвердит вам замечательный поэт Олег Клебников. А в особенности это относится к Борису Леонидовичу Пастернаку, который недаром с таким восторгом воспринял определение рифмы, которое дал Варлам Шаламову. Определение рифмы Варлама Шаламова было такое. Рифма – поисковое средство стиха. Пастернак сказал об этом определении Пушкинской. Примечательно. Так вот, да. Так вот, если у поэта в его прозаической книге появляется совпадение и созвучие Стрельников-Сокольников, и если тот же Сокольников служит на Урале, в то время, когда туда попадает его герой доктор Живаго, до как раз Брестского мира, как вы совершенно справедливо заметили, то, в общем, есть основания полагать, что Борис Леонидович Пастернак имел в виду именно Сокольников. А более того, как известно, завод Стрельникова на Урале – раз Стрельников. – А почему Антипов еще? – До этого мы еще не добрались. Это, вероятно, отдельная история. – Это отдельная и очень интересная история. И она очень странная. – Это фамилия вообще не возникает. – Антипов, думаю, случайно. Вот, но надо вам сказать, что, собственно говоря, то, что раз Стрельников, опять же, по звучанию, связан с первым революционером русской литературы Раскольниковым, замечали все, и, в частности, Вадим Борисов пишет, вот, образ Расстрельникова очень традиционный для русской литературы, начиная с Раскольникова, Достоевского, с которым образ Стрельникова в романе генетически связан. Ну, простите меня, Расстрельников, Стрельников, Раскольников, Сокольников. Тут уж совсем рифма идет. Тогда человек, который заинтересовался этим псевдонимом, начинает рыть вокруг Сокольникова, узнает очень интересную вещь о Сокольникам и, во-первых, о его внешности. Опять же, поэт, как и киношник, очень большое значение придает внешности, внешнему проявлению, для него явление никогда не скрывает сущность, а, наоборот, ее манифестирует. Знаете, как Жан-Люк Гадар сказал, вот, черт, нехорошо это, но мне уж больно понравилось. Он сказал так, что, не знаю, как вы относитесь к этому режиссеру, я, в принципе, хорошо, но это просто смешно. И Жан-Люк Гадар Михаилу Импольскому сказал, что, вот, вы знаете, мы, режиссеры, все время смотрим картинку, нам важен видеоряд. Поэтому мне, например, неважно смотреть фильмы, ладно, я не назову фамилию этого режиссера, назвал фамилию русского режиссера, неважно смотреть фильмы этого режиссера, мне достаточно посмотреть, как он жрет в югу Токканском кинофестивале, чтобы понять, что он про хвост. Значит, собственно говоря, внешность Сокольника, Стрельникова, написана в докторе Живага, сразу, вот, тут написано сходу. Доктор перевел взгляд в сторону, посреди помещения стоял Стрельников, только что сюда вошедший прямыми стремительными шагами. Как мог он, доктор, среди такой бездны и неопределенных знакомств, не знать до сих пор такой определенности, как этот человек? Как не столкнула их жизнь, как их пути не скрестились? Неизвестно почему, сразу становилось ясно, что этот человек представляет законченное явление воли. Он до такой степени был тем, чем хотел быть, что и все в нем неизбежно казалось образцовым. И его соразмерно построенная и красиво поставленная голова, и стремительность его шага, и его длинные ноги в высоких сапогах, может быть, грязных, но казавшихся начищенными, и его гимнастерка серого сукна, может быть, мятая, но производившая впечатление глаженной, полотняной, так действовало присутствие одаренности, естественной, не знающей натянутости, чувствующей себя как в седле в любом положении земного существования. Все, кто пишут про Сокольникова, пишут про его редкую подтянутость, про его красоту, про его именно мужскую красоту, в которой присутствовало даже что-то офицерское. Более того, об, как бы это сказать, мягко говоря, резкой статье, посвященной процессу параллельного советского центра, там всем антисоветского троцкистского центра, на котором был и Сокольников, вот, там про каждого, конечно, сказано какая-нибудь гадость, ну, про Зиновьева и про Каменева, но в гадости всегда появляется нечто характерное, да? Так вот, про Сокольникова сказано так, внимание, лощеный халуй англо-германского капитала, лощеный. То есть, даже там он вошел так, что стало ясно, что вот этот сын московского аптекаря аристократичен. Вот, то есть, ты сразу сталкиваешься с внешностью. А потом, ты, читая этот роман, ну, начинаешь смотреть про Сокольникова. И вот как могла жизнь не столкнуть со Стрельниковым, Жилагом. А теперь становится интересно, потому что выясняется, что Григорий Атольевич Сокольников учился в той же пятой московской классической гимназии, что и Пастернак. Правда, он был его старше. Но, тем не менее, он учился там. Далее. Выясняется, что в 1926-1927 годах Пастернак неоднократно бывал в доме у Сокольникова и его жены Галины Серебряковой, вашей мамы. Более того, существует запись историка Якова Черняка, дневниковая, в которой сказано буквально следующее. Это запись 1927-го года. «Вечер у Сокольникова. Чрезвычайно интересная и содержательная беседа с Пастернаком о перспективах нашей и китайской революции». Ну вот, видите, то есть, понимаете, во-первых, это сразу нарушает образ Пастернака, который забился в клумбу, как известно, от бурь и... Вот в этот клумб он забился. Вот от бурь... А, другая клумба. Ну, не знаю. Вот от бурь и невзгод нашего времени. Оказывается, что в 1927-м году Пастернак... Сокольников был послом в Англии. Ну да, потом. Вот, значит, оказывается, что Пастернак был не чужд, как это, мелких дрязг по перекройке земного шара и в 1927-м году мог побеседовать и с Черниковым, и с Сокольниковым о перспективах нашей китайской революции. Кстати, вы напрасно засмеялись по поводу китайской революции. Китайское восстание. Вот, значит, дело в том, что 1925-1927 год это активное участие Григория Яковлевича Сокольникова в так называемой ленинградской оппозиции. Активное участие. Одним из пунктов расхождения этой оппозиции со Сталином и Бухариным была как раз китайская революция. Дело в том, что Сталин и Бухарин полагали, что поддерживать и военными советниками и прочими, и оружием надо гомендан Чанкайши. Тогда, как Радек, Сокольников и прочие полагали, что Чанкайши нанесет удар в спину немногочисленным коммунистам и попросту сожжет их в топках. И поэтому поддерживать надо коммунистов. Чанкайши нанес удар и да, в Кантоне коммунистов жгли в топках и резали по всем правилам китайской восточной визни. Так что это серьезный вопрос. На самом деле был для людей, которые как-то погружены в эту так сказать бучу. Значит, итак, я возвращаюсь опять же к гипотетическому читателю, который берет эту книгу, читает, а потом начинает ее комментировать и сталкивается а, совпадением внешности, б, совпадением места действия человек, который в 18-м году руководит ликвидацией весьма сложного положения для большевиков в романе. И человек, который в действительности это делает. И зовется, фамилия его почти такая же, Сокольников. Вот. И, наконец, личное знакомство. Оно было недостаточно близким, я допускаю это. Но близкое знакомство, которое предполагало и гостевание, и беседы, не просто раскланивание на улице, но такое личное знакомство и, можно даже сказать, сотрочис. Это понимается по сторонам. И поэтому для будущего комментатора, который спустя 50 лет залезет в этот текст, оставляются такие зарубки. Есть одна деталь, то есть не деталь, а, собственно, сюжетонесущая конструкция этого романа. Собственно, это роман о поэте в революции. О поэте и революции. И если, в принципе, поэт это Юрий Живага, ну и так понятно. И, в общем, это ему памятник. Это памятник поэт. Причем, это, можно даже так сказать, и автопамятник, потому что все-таки Юрию Живагу Пастернак вручил свои стихи. Хотя, всем известно, и работникам музея тем более, что, когда Пастернака в прямую спрашивали о, как бы сказать, автобиографичности образа Юрий Живага, он говорил, что, конечно, там есть и мои черты. Но, в общем, я думал вообще о всех поэтах, которые оказались в революции. И, в общем, на какое-то время с революцией. Он назвал Маяковского и Есенина. Что, кажется, уж совсем удивительно, Юрий Живага. Но, тем не менее, он так сказал. И Блока еще. И Блока, да. То есть, вот вообще все. То есть, ну, в принципе, все те люди, которые, допустим, вот в начале революции, вот, вы подумайте, какое сейчас время, и мы с вами живем в эти дни. Ведь только раз в вечность случается такая небывальщина. Подумайте, со всей России сорвало крышу. Ну, для современного сленга особенно хорошо. Подумайте, со всей России сорвало крышу, и мы со всем народом очутились под открытым небом. И некому за нами подглядывать. Свобода настоящая не на словах и требованиях, а с неба свалившаяся сверх ожидания. Свобода по нечаянности, по недоразумению. Сошлись и собеседуют звезды и деревья, философствуют ночные цветы и митингуют каменные здания. Что-то евангельское, не правда ли? Как во времена апостолов. Помните у Павла, говорите языками и пророчествуйте. Молитесь о даре истолковании. То есть, вот такой поэт, который в конце всей этой сорванной крыши говорит своему другу, который в полном восторге от того, как он только что побеседовал с образованным чекистом, и тот ему, в принципе, разъяснил, что как и почему. И это же поэт говорит, знаешь, это мне такое впечатление, как будто цирковая лошадь благодарит наездника за то, что он ее обучил ходить по кругу. Вот. То есть, вот это вот такая вот трагедия этого поэта из Мужжима. Совершенно очевидно, что на самом деле важнейшей в этой истории является революция. А революция как раз является воплощенной, персофенифицированной является Стрельников. И это тоже ему памятник, потому что то, как пишет, я уже прочел, как он пишет о нем. Вот. То есть, это действительно памятник. Он своеобразный, конечно, он противоречивый, но это памятник. Этот человек должен был обладать каким-то даром, не обязательно самобытным. Дар, проглядывавший во всех его движениях, мог быть и даром подражания. Тогда все кому-нибудь подражали. Или там, например, значит, Стрельников оправдал оказанное ему доверие. Его послужной список последнего периода содержало у Снебдинской и Книжно-Кельмецкой дело. Во все эти места он сваливался, как снег на голову, судил, приговаривал, приводил приговоры в исполнение быстро, сурово, бестрепетно. Разъездами его поезда был положен предел повальному дезертирству в крае. Ревизия рекрутирующих организаций все изменила. Набор в Красную армию пошел успешно. Приемочные комиссии заработали лихорадочно. Две черты, две страсти отличали его. Он мыслил незаурядно, ясно и правильно. И он в редкой степени влазил даром нравственной чистоты и справедливости. Он чувствовал горячо и благородно. Конечно, это памятник. Только памятник не подписанный по многим причинам. Я уже их изложил. По каким? От литературной вежливости, от некой опасности несомненной. Вот. И довольно серьезной. И вот до вот этого кто-то этот памятник разроет и скажет «Ребятушки, ведь это же Сокольников». И начнет, в общем, смотреть на то, кто был этот Сокольников. И более того, рядом с Сокольниковым, который говорит, что мы жизнь принимали как поход. В принципе, не очень убедительно для меня, во всяком случае, выглядит крик Лары Гишара Антиповой над ее гробом. Насчет того, что, ну и вообще, это не очень удачная сцена. О, я реву и реву, как это все... Как-то так вот у гроба не говоря. Как это все велико и неотменимо. Твой приход, мой приезд. Я не помню, что-то. Куда-то туда. Приезд, приход. Вот, и дальше «Мы с тобой великие люди. Нас с тобой интересуют собственные души, а не мелкие дрязги вроде переделки земного шара». То есть, рядом с этим Григорий Сокольников... Ой, извините. Вот, Стрельников выглядит как-то очень убедительно. Потому что, в конце концов, мелкие дрязги земного шара касаются, например, всеобщего среднего образования. Да, бесплатно. Бесплатно. После революции стало повсюду бесплатное среднее образование. Хорошего социального страхования, которое вряд ли бы ввели капиталисты, если бы не было такой угрозы, как вот эта страна. Вот. Нависшая на ней. Так что, вот, это такой памятник, который должен разрыть, посмотреть, увидеть, кто это. и уже увидев, кто это, понять, что этот человек, конечно, расстроен памятник. Я сейчас про него немножко расскажу, а Гелианна Григорьевна добавит. Он родился в 1888 году, да, в семье довольно богатого врача и аптекаря учился, вот, участника русско-турецкой войны, участвовал, значит, он был замешан в революционных событиях 1905 года. Он эмигрировал, но в отличие от многих и многих революционеров, которые занимались исключительно революцией и журналистской деятельности, он учился и учился хорошо в Сорбоне. И, опять же, сказанное здесь о Стрельникове, о его очень хорошем образовании, относится и к Сокольникову в полной мере, потому что он получил юридическое образование в Сорбоне и, прошу прощения, докторат по экономике. Да, докторат. Это значит, по-нашему, говорят, PHD. Кстати говоря, довольно интересное замечание Владимира Ильича Ленина, Николая Ленина, вообще-то, потому что его псевдоним был Николай Ленин, который, конечно, несколько юмористически выглядит, я уже говорил, значит, в период НЭПа, чьим сторонником был, Григорий Сокольников, сторонником края, вплоть до того, что должна быть отменена монополия внешней торговли, то есть, что за границей могут торговать и частники. Вот, и, значит, записка Ленина Каменева, что, дескать, понимаете, наш милейший, ценнейший, талантливейший Сокольников в вопросах торговли ничего не смысляет. И глаза у меня лезут на лоб, потому что, вообще-то, по своей профессии Ленин, как он совершенно справедливо писал в анкете журналист. Ну, он журналист вообще-то. Ну, а кто? Ну, юристом он был совсем чуть-чуть. А так-то... Литератор, литератор, вообще-то. Нет, журналист. Журналист. Ну, хорошо. Ну, вообще-то, он журналист, строго говоря. Потому что, да, потому что, да. Значит, Лев Борисович Каменев, я клянусь вам, очень неплохой литературовед. В звеньях у него очень хорошие историко-литературные статьи про Герцена. Действительно, хорошие. Ну, не Тынянов, конечно, но... Вот. И вот, журналист, литературоведу пишет про доктора экономики вообще-то. Что-то он в торговле? Что-то мало смыслят. Вот. Ну, так вот. Ну, вот это и есть такой элемент революционера. Такая вот некоторая размашистость. Ну, что он там понимает в торговле? Доктор экономики из Сорбона. Ну, ничего. Вот. Ну, не суть. Значит, он был... Да, действительно, он был, когда Лев Троцкий отказался подписывать Брестский мир, Брестский мир подписывал Сокольников. В момент Пермской катастрофы, когда был прорван фронт и когда весь Урал заполыхал крестьянскими восстаниями, Сокольников был отправлен туда. Он с этим делом справился. Как только он справился там, он произошел знаменитый Мамонтовский прорыв. Его в качестве командарма 8 отправили ликвидировать Мамонтовский прорыв. Он ликвидировал и его. Да, действительно, да, вот что очень важно и интересно. Как вы помните, как вы помните, это один из ложных следов, который не позволяет увидеть Стрельникова и Сокольникова. Несколько раз Пастернат пишет про то, что Стрельников беспартийный, но что ему доверяли настолько, что при нем не было комиссара. Так вот, единственный командарм в Красной Армии, который был без комиссара, был Сокольников. Во-первых, потому что ему комиссар был не нужен, он и сам себе комиссар. Но у Фрунса, например, был комиссар. Причем комиссаром Фрунса был Натан Стругацкий, отец Бориса и Аркадия. Да, это был комиссар Фрунса. Более того, он отправлял в тыл к Деникину будущего адъютанта генерала Май Маевского, нашего шпиона, про которого снят фильм «Адъютант его превосходительства». Вот это был друг Натан Стругацкого. Так вот, у Сокольникова не было комиссара. Кроме всего прочего, еще и потому, что Григорий Яковлевич Сокольников был таким самым яростным противником так называемой военной оппозиции. Это была единственная оппозиция, в которой участвовал Иосиф Виссарионович Сталин. Это была вполне безумная оппозиция. Это оппозиция 19-го года. То есть ребята требовали во-первых умоления роли военспецов, а то и вовсе отказа от них. Ребята требовали сохранения выборности в армии. Вот выборность в армии это полный оттас. Потому что понятно, кого изберут солдаты. Разумеется, не того командира, который будет их посылать. Да, Смех? Нафига им это надо. Правильно? Они выберут своего парня. И, конечно, увеличение роли комиссаров. Сокольников был яростным противником этой оппозиции по понятной причине. Я думаю, что он просто сказал, чтобы близко при мне не было этого товарища. Военспецов сколько угодно. Но чтобы человек, который мне объяснял что-то про идейность, не надо. Вообще ревоенсовет не был восьмой. Ревоенсовет был, но комиссара не было. Прошу прощения, маленькое замечание. Действительно не было ревоенсовета. Вы правильно сказали. Вот тут урова. Восьмая армия это единственная армия, которая командовала, которая управлялась единоначально. Да, он стоял, спасибо большое. Он стоял жестко за единоначалие. Именно поэтому он, то есть, спасибо. Вот он был, вот это, вот единоначалие. Все. Более того, Галина Серебрякова, ваша матушка, пишет, и вот это очень интересно, что споры с военной оппозиции были настолько горячи, что в кулуарах Восьмого съезда Григорий Яковлевич Сокольников дал пощечину одному из самых видных участников военной оппозиции. В военной оппозиции входили Ворошилов, Минин, Сталин и еще какие-то люди, которых я просто не знаю. Самым видным членом военной оппозиции конечно был Сталин. И если Григорий Яковлевич Сокольников влепил... Не правда это. Он Осинскому влепил. Осинскому? Ну, слава Богу. Тогда не в этом дело. Тогда не в этом дело. Было страшный скандал, пришлось извиняться. Ну, я думаю, Осинский же все-таки князь. Осинский на самом деле Аболенский. Вот. Да, Осинский, Аболенский, кстати говоря, уже говоря. А он что, был военной оппозицией? Это я не знаю. Я знаю только то, что Оригинал. Пощерчину влепил только Осинскому. Больше никому. То есть, так уж прям, чтобы пойти всем в Рашилову, Менину, Сталину, и всех, такого не было. Это правильно. Осинский был замечательный человек. Собственно говоря, в своем обзоре русской поэзии в 23-м, по-моему, году он назывался «Листья травы» под Уитмина. У него был обзор, посвященный Ане Ахматовой. И на самом деле он Аболенский и князь. Вот. Он написал, что феминисты в России могут гордиться, потому что лучший поэт России сейчас Анна Ахматова. В газете «Правда» это было написано, что, собственно говоря, и послужило поводом для первой травли Ахматовой, потому что тут на нее на Осинского и на нее заодно накинулись. Хотел помочь, но наоборот, такое бывает. Вот. Но тем не менее. Вот. Значит, он был... И вот эта подчеркнутость эти на начале и отсутствие при Сокольникове при Сокольникове комиссара это, конечно, еще один застрельниковый. Это, конечно, еще один знак, что это Сокольник. Существует, конечно, очень мрачная, самая мрачная история какого-то с одной стороны сбивающего следа, а с другой стороны наоборот указывающего, что это и есть Сокольников. Разумеется, его самоубийство. Когда Стрельникова обвиняют свои же, обратите внимание на дело антисоветского параллельного центра, когда он скрывается и скрываясь кончается собой. Кстати, это самоубийство Стрельникова позволило людям, которые, конечно, все-таки ищут прототип этого героя, потому что ощутимо, что это прототип. Например, Долгополову предположить, что это таким образом изображен Маяковский. Кругом, в интернете только Маяковский. Вот, совершенно верно. Это вот один из... Если откроете интернет, один Маяковский. Да, одно из самых ловких ходов Пастернака, потому что первое самоубийство, а кто покончил с собой, Маяковский. Между тем, это совершенно не так. Уже хотя бы потому, что Пастернак в «Докторе Живаге» пишет о столкновении и встрече Стрельникова и Живага, как мог доктор, я вам это читал, прежде, до революции не увидеть этого человека. Здесь удивление еще связано с тем, что мы уже учились в одной гимназии. Как я мог этот дар не заметить? Между тем, как всем, кто знает биографию Пастернака, известно, что как раз с Маяковским там Пастернак познакомился задолго до революции. Более того, я не буду это читать. Если читать охранную грамоту, посвященную и Маяковскому, то первое, что вы видите в этой охранной грамоте, это то, что Маяковский это движение, это некий разбег, как у конкобежца. Здесь статика. Это человек, который стоит. Это человек, который стоит и держит. Это человек, который держит фронт. Это человек, который... Это не Маяковский, это совершенно очевидно. А почему самоубийство? Но это страшно говорить при дочери, потому что если бы Стрельников не застрелился, и его бы вывели на процесс, угрожая расправой с его семьей, заставили бы оговорить себя, и это было бы очень печально. Это все равно было... Что? Что все равно было? Все равно было... Это пишет Орлов, что ездили к ним... Речь идет о стрельниках. То есть это как бы... Это как бы некоторые... Стрельников это пригрозили. Вот. Это наоборот. А не было бы... Это наоборот такое. А не было бы лучше вот так. Вот. Значит, после гражданской войны, как совершенно справедливо заметила Гелиану, он был отправлен в Туркестан сражаться с мусмачами. И, собственно говоря, Туркестан, как это не покажется нам удивительным, стал первым опытным полем НЭПа. То есть, именно там была разрешена частная торговля с Апольниковым, именно там была проведена денежная реформа, именно там из тюрем были выпущены мулы, которые обещали, ну, отправляя религиозный путь, не быть лояльным. Быть лояльным. Совершенно верно. Совершенно правильно. Вот. Потом та вещь, которую вообще-то довольно обидно. Довольно обидно. для Сокольникова и для ее дочери. Потому что для России Сокольников сделал приблизительно то, что для Веймарской Германии сделали шахты Гельферих. Он остановил гиперинфляцию. Он был назначен сначала замнаркома российских СПСР, потом наркома финансов СССР. И он, не он один, конечно, а с подобранной командой, в которую входили и бывший член ЦК Кодецкой партии Николай Кутлер и всемирно известный экономист Николай Кондратьев, чей конъюнктурный институт был включен в наркомфин. Они провели знаменитую денежную реформу, благодаря которой золотой рыбой, да? Золотой червонец. Золотой червонец. Именно это, собственно говоря, остановило инфляцию. Я ничего не понимаю в экономике, но могу сказать, что это довольно любопытно, потому что в Шахте, Хельферях, они как раз, в Веймарской республике тоже остановили гиперинфляцию, но как раз не золотым червонцем, а рентной маркой. То есть совершенно другим способом, абсолютно другим способом. Принципиально иным. Но тем не менее, он это сделал. он был принципиальным и таким жестким сторонником новой экономической политики, как я вам уже сказал, вплоть до самых ее крайностей, вплоть до отказа от монополия внешней торговли. Тем не менее, период очень важный для истории России, для истории революции в России, который очень мало изучен, в период противостояния так называемой ленинградской или новой оппозиции Сталину и Бухарину, Сокольников оказался в рядах именно этой оппозиции. Это довольно интересная история, довольно интересная, потому что это была в экономическом смысле это были противники НЭПа. Были сторонники наступления на кулачество и частников деревни, на сторонники ускоренной индустриализации. В внешнеполитическом смысле это были люди, которые были ясно и четко направлены на активную внешнюю политику, на мировую революцию, на поддержку всех крайне левых движений, сколько бы малочисленными они ни были. Казалось бы, Григорий Яковлевич Сокольников никак не вписывался в эту компанию и в эту команду. ему скорее было по пути с Бухариным и тогдашним Сталином, который как раз на словах тогда поддерживал НЭП. Тем не менее, он оказался среди этих людей по одной очень интересной причине. В партийном строительстве эти люди были сторонниками, я понимаю, что сейчас у многих людей будет улыбка, но они были сторонниками партийной демократии. Они боролись против разросшегося партийного аппарата, они боролись против назначенчества, они боролись против того, чтобы съезды превращались в чисто ритуальные мероприятия, они боролись за нормальную дискуссию в партийных ведах. Вот и самое главное, и самое интересное, почему одним из орудий этих людей было так называемое завещание Ленина, одним из их пунктов, пунктов, которые, ну вот правильно, как-то про внутрепартийную борьбу, так все. Одним из пунктов этой программы, неукоснительных, в полном согласии с завещанием Ленина, то есть его письмом к съезду, было требование убирания Сталина, отставки Сталина с поста генерального секретаря. Ну там было много всякого интересного, допустим, и странного для нас. Допустим, левые оппозиционеры, ну вот, эта ленинградская оппозиция, настаивала на том, чтобы прекратить наконец углубление над телом вождя и похоронить его по-человечески. Ну сколько можно уже. Мавзолей, как известно, был построен для того, чтобы все попрощались. Так что мы, строго говоря, мы до сих пор прощаемся. Вот, то есть привезти его и похоронить в Ленинграде, там же, где он и завещал. Сколько можно стоять-то над гробом, над трубом. Вот, вот с этой, вот именно вот здесь Григорий Сокольников был жестким сторонником этих этих людей. Более того, Борис Баженов, например, достаточно ошибочно в своих воспоминаниях пишет, что на 14 съезде Сокольников был единственным, кто говорил о необходимости отставки Сталина в поста. Это не так. Просто Сокольников главным образом его выступил, там все левые оппозиционеры говорили, что его надо снять. Просто Сокольников только на этом делал упор. Вот. Надо сказать, почему это интересно. Потому что, ну, всех, кто тут чуть-чуть прикосновенен к этой внутрипартийной борьбе, все знают, что следующим, кого разгромил Сталин, был правой уклон, которые как раз стояли за мирное врастание кулака в социализм, за продолжение НЭПа и все такое. И у всех нас, естественно, по причине исторической аберрации, всем нам кажется, что как раз правый уклон составлял главную опасность для Сталина. Потому что понятно, что зачем же населению получить такую радость, как коллективизация, индустриализация и прочее. Ничего подобного. Правый уклон не смог сорганизовать ничего серьезного. Тогда как ленинградская оппозиция организовала более чем серьезную опасность для Сталина. Массовые демонстрации, массовые. Митинги, подпольные типографии, в одной из которых был арестован Варлам Шаламов. То есть, на самом деле, как это неудивительно, 25-27 год был самым серьезным годом испытания для Иосифа Саренча. Вот тогда под ним трон действительно шатался. Именно тогда. Почему? Да, и вот это самое интересное, я не знаю, возразит ли Гиллиана этому или нет, но это факт. Почему Сокольников пошел на союз с левой оппозицией? Потому что, по всей видимости, он ожидал, что в условиях партийной демократии нормальной дискуссии Бухарин и он смогли бы проводить политику НЭП. А в условиях сталинского единодержавия и единоначалия, как в 8-й армии, вот, это будет невозможно. Никакой дискуссии. Что захочет аппарат и Сталин, то они и сделают. Это доказывает, то, что именно так думал Сокольников, это доказывает одна очень интересная вещь. Дело в том, что Сокольников был тем, кто организовал встречу Каменева и Бухарина. Надеясь, так сказать, привлечь на свою сторону Николая Ивановича Бухарина. Николай Ивановича Бухарина не привлекли. Во-первых, из-за позиции Троцкого, которую ясно и четко сказал. Со Сталиным против Бухарина, да, с Бухарином против Сталина, нет. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, по поводу позиции самого Бухарина, который не захотел идти на союз с ними. Запись там была потрясающая. Каменев тоже не очень хорошо поступил, потому что он аккуратнейшим образом записал все, что ему сказал Бухарин, и когда его отправляли в ссылку Каменева, он пустил это в оборот. А говорил там Бухарин такое, ну, типа того, что вы не представляете этого человека, это страшный человек, он всех нас уничтожит, это Чингисхан с телефоном. Вот. Ну так, Чингисхан с телефоном будет приведить к нам, давайте его остановим. Но, тем не менее. Значит, самое интересное, что на 15-м съезде, когда происходила борьба с правым уклоном, Сокольников, опять же, выступал с критикой Иосифа Сергеевича Сталина уже касательно его авиантюристического курса. Вот. Он был снят с должности наркомфина, лишен членского политбюро. Он занимал не мелкие, но средние хозяйственные должности. Кажется, он был заместителем председателя Госплана, откуда он тоже был снят, поскольку он был против авиантюристических планов индустриализации. По поводу этих его протестов Лазарь Каганович сказал, что да у нас простая колхозница в острый раз лучше понимает политику, чем ученый в кавычках естественно Сокольников. Потом он был председателем нефтесиндиката, если не ошибаюсь. Он был послом Великобритании. Да, действительно. Какие годы? 32-й, 36-й. Ничего подобного. Ну, когда? 29-й, 32-й. 32-й, простите, видите, вот хорошо как. Когда была депрессия, великая депрессия, он был послом последние три года. Последние с 21-го места на третье, шестое место по торговле с Англией перешла Россия. На чаях утром бывал Черчилль, Бертран Рассел, Бернард Шоу. А мама была у королевы Елизаветы на приеме, единственная женщина, после которой только Горбачев была. У меня есть фотографии, я вам все покажу. Ну, Бернард Ну, А после 22-го? Последняя его должность, ну, Гиллиана меня поправит, последняя его должность замнаркома лесной промышленности. Да, он был сначала вернулся, когда в Англии Милюкова, в его газете Милюкова была статья Сталина и Сокольников, где Сталина называли пещерную лошь, а Сокольникову замечательная характеристика. Когда пришел он домой, он моей маме сказал в Англии, в Лондоне, в посольстве, кого бы меня этого никогда не простил. И когда мама написала книгу «Очная ставка», после которой Чемберлен запретил Галине Серебряковой появляться в Англии. Очень хорошая книга, гораздо лучше, чем корни дуба Овчинникова. И она попросила его «Давай уедем в 1932 году, я хочу издать книгу в Советском Союзе, в России». Но им и в голову не приходило, что их объявят троскистами, там бог знает гел. Короче говоря, Сталин встретил Сокольникова и сказал «Ты очень понравился англичанам, тебе бы надо было остаться с ними жить». Это было жуткое предупреждение и никаких должностей. Сокольников предполитет в МГУ, в Лихановском, в финансовых академиях, я все это видела, знаю, у него 26 работ по финансам. и назначается зам Литвинова по этим вот восточным странам. Значит, Япония, Китай, Монголия. Вот я читала в архивах, прямо как будто сегодняшний день и Пошки приезжает и просит острова у Сокольникова. Короче говоря, он пишет Сталину письмо, оно три письма, опубликовано в журнале исторический архив, редактор Чернобаев. Значит, раскопали эти письма человек, который в это время, вот сейчас после реабилитации, со мной, конечно, дружит, живет в Рязани, защитил докторскую. Так вот там он пишет, мне не нравится эта бумажная работа, я хочу живой работы, а ты хочешь живой работы, вот мы тебя унизим и поставим в зам министр лесной промышленности. В общем, он поехал там куда-то чуть не утонул на Каме лесозаготовки. На Каме? Сокольников столько лет отдал партии, у него нет дачи. И началось строительство госдачи вот здесь в Баковке. Мы на ней жили полтора месяца. С этой дачи Сокольников уехал навсегда, больше его никто не видел. Через месяц, через неделю должно было исполниться мне два года. Вот с этого времени у меня отца не стало с отъезда с дачи. И второй был случай. Сталин очень любил мужские посиделки без всяких женщин. И вот на одной из посиделок он поднял тост за моего лучшего друга Григория Сокольникова. Машеловка стояла раскрытая. И 26 июля 1936 года он был арестован. Вы немножко неправильно сказали процесс у него был в 1937 году в январе. А не в 1936 Да. Да. Так вот. Возвращаясь к теме понятно что человек который во-первых столько сделал. Одна финансовая реформа что стоит. Во-вторых конвертируемая валюта. Во-вторых это мог бы сделать некую альтернативу все-таки предложил революцию. Он не может быть забыл. И конечно Пастернак который жил в общем в истории прекрасно представлял себе что пройдет время улягутся страсти уже не мог себе представить что спустя столько лет после революции вместо ред пропаганд начнут снимать вайт пропаганд где так сказать не знаю вещи своими именами в общем зверюга Колчак будет представлен каким-то я не знаю ну просто рыцарем без страха и упрека там в Сибири до сих пор называют помнят как назывались кладбища расстрелянных вокруг городов колчаковские огороды да то есть ему подумаешь вот это все останется и вот значит вместо как прежде вот эти зверюги белые были так теперь значит зверюги красные вот значит вот это вот так и крутимся думал что в конце концов придет время ну некоторой объективности которая конечно по отношению к революции всегда мучительна потому что кровь людская не водится и кто-нибудь вот узнает узнает этого человека воздаст ему должное вот примет он его революционный путь не примет но воздаст ему должное вспомнит и кроме всего прочего отметит что вот великий поэт 20 века вот да поставил ему такой безымянный памятник то что этот памятник был узнан это точно дело вот в чем у Галины Есиповны Серебряковой есть воспоминания о Пастернаке есть и письмо Пастернаку по поводу доктора Живага она как солдат партии не могла быть в восторге от этой книги тем не менее она не просто не выступила на на ее прочла тем не менее она не просто не выступила на печально знаменитом собрании она там даже не была и более того и более того она приехала к Пастернаку после прочтения и как и как да и как она пишет одна всего фраза которая тоже о многом говорит она не может написать что она о ком она говорила она говорит так мы говорили с Борисом о наших общих погибших друзьях общим погибшим другом у них был один человек это Сокольников то есть кто-кто а вдова его узнала то есть я как-то немножко горжусь тем что потому что ну все хором говорят да нет этого быть не может как не может быть Сокольников Стрельников Урал Урал единоначалье единоначалье так сказать затравленность своими затравленность какие вам еще нужны вопросы да он все делает чтобы не нарисовать фотографию да Сокольников да Сокольников еврей бриллиант Стрельников русский Антипов да Сокольников коммунист беспартийный да Сокольников не кончает с собой Стрельников кончает но это скажем так ложные следы значит что я еще хочу сказать и вот это уже забавно я не думаю что это знал Пастернак но это явилось для Галины Осиповны Серебряковой я думаю еще одним доказательством того что Пастернак имел ввиду именно Сокольникова вы меня поправите если это не так но в своих воспоминаниях Серебрякова пишет что после ареста мужа некоторое время она жила у его друга и друга Серебрякова по фамилии внимание Олег Кребников где вы да фамилия этого друга была Антипов А вот ну это нет это случайность он просто он просто взял русскую фамилию но случайность сработала ах еще и вот это сказал Галина Серебрякова ну тогда уже вопросов нет собственно вот все что я вам хотел сказать смог сказать я не знаю сколько я был убедителен обидно если я окажусь неубедителен мне кажется что Стрельников конечно же других вариантов просто нет разумеется в него могут быть вложены и любые другие революционеры которые тоже знал так сказать так сказать какая-то любовная история Сокольникова была яркой вот как нет ну это это уже к дочке и то нельзя вот нет ну понятно что нет ну вы понимаете ну там же такая нет ну это же это же уже ну это как бы нет конечно разумеется нет ну наверное собственно говоря у него было три жены насколько я понимаю вот одна законная те гражданцы ну не важно законные расписываются расписывались дети были законные незаконные теперь это уже не модно это не модно он не жил с первой женой вообще ни одного дня они были в эмиграции она родила ребенка он был совершенно молодой и когда приехали в Москву он сказал ей что я с тобой жить не буду она жила в Кремле была помощницей его да фамилия ее Зархи прекрасный сын очень несчастный человек который отвечал всю жизнь за Соколникова как не брачный сын второе было ему привели красавицу совершенно необыкновенные глаза какие-то фиалковые Марусю красную на исправление в гражданскую войну ну и так исправила что сошелся с ней она в 23 году когда они вернулись и война кончилась гражданская вот все забыли что Ленин гражданскую войну за 4 года кончил а в Чечне у нас 10 лет была вот значит когда приехали в Москву она ему родила Михаила вот в 23 году вот Михаил Михаил значит фамилия была Червоный потому что в это время был Червонец вот у первого была Азархи у этого Червоный Михаил Червоного прятали все время чтобы он не отвечал за Сокольникова мне написала женщина когда меня сняли больших родителей на телевидении письмо которое всю жизнь любила этого Михаила как его прятали то на Украине то на Севере и он всегда никто не знал что он незаконный сын Сокольникова Червоный Червоный в общем очень интересно что он занимал должность замминистра лесной промышленности но какой он каждую субботу я уже жила я поздно вернулась в Москву в 62 году только из ссылки я 20 лет была в ссылке и он выступал и предупреждала лесных пожаров и говорили червоный Михаил Григорьевич и он начинал рассказывать что в лесу нельзя разжигать костры вот такой он был он летчик и в 57 лет он пришел на работу сел в кресло и умер в 80 году очень молодой у него осталось две дочери которые в связи с тем что мама ушла от него от его жены Марьи Васильевны Чикотихиной ненавидит слово Сокольников до сих пор меня разыскала праправнучка Сокольникова недавно которая сказала жива до сих пор 90 с лишним лет жена Михаила который запрещает говорить о Сокольникове в семье хотя есть две прекрасных уже 60-летних дочери которые мои родственницы я их не знаю и вот это вот прапра хотела со мной очень познакомиться потому что я в интернете очень меня много я занимаюсь Сокольникова хотя я его никогда не видела и не знаю и узнала о нем в 53 года когда прошла реабилитация потому что в нашей семье фамилия Сокольников была табу бабушка которая меня растила мамина мама в двух ссылках ни разу не промолвилась мне кто Сокольников чего Сокольников и когда я познакомилась с мамой в 28 лет 28 лет я приехала в Москву узнать где я родилась с девочкой маленькой абсолютно похожей я была на мусульманку потому что из-за того что меня все время везде преследовала вот эта вот дочь двух врагов народа мне испортили все мое детство всю мою юность учебу я ушла в мусульманство вышла замуж за мусульманина нашу мусульманскую фамилию Тартыкова вот это горный алтарь вы уже рассказываете новый роман только по другому названию и вот я приехала знакомиться с мамой которая сказала кто это стояла я с черными волосами с бровями с девочкой на 5 лет вот так я очутилась в Москве я как дочка Лары Катя вот я и говорю продолжай и мама меня оставила в Москве прописки не было в 62 году за это время я получила два образования хотя с 16 лет умерла бабушка маму посадили на вторые 10 лет из второй ссылки пришел штатский сказал можно вас на минутку и она ушла и последние 5 лет без права переписки без права посылок мы вообще не знали где она это Владимирский Централ в одной камере с Руслановой и Зоей Федоровой и с женой вот этого Кузнецова которого после войны Сталин убровил троих вот так что вот такая вот история об отце ничего в 16 лет бабушка умерла я осталась на могиле бабушки в этой ссылке в городе Жампул и в руках у меня была девочка 7 лет которую мама родила от человека мы не знаем его точно кто он был в лагере вот она родила потому что был приказ Сталина женщины которые в 40-е годы во время войны рожают детей их отпускают всех отпустили Серебрякова нет и поехала моя старшая сестра и привезла эту девочку к нам которая 3 года была за колючей проволокой в городе Вельске вот мы ее воспитывали и вот когда умерла бабушка стояла я 16 лет второй курс фельдшерской кушерской школы и девочка 7 лет и никого никого вообще никаких родственников ничего мама посажена второй раз ее очередной муж второй раз в Семипалатинске посажена старшая сестра ее муж который бежал от Гитлера польский еврей Цвейк посажен ребенок в детском доме это город Семипалатинск а я в Жамбуле и так органы подсылают ко мне женщину я и так с 3 рублями что я там зарабатывала какая стипендия была в фельдшерской акушерской школе на втором курсе поцелает ко мне женщину соседку которая мне говорит дом у тебя отберут а дом саманный дом с соломенной крышей вот такой мама купила во второй ссылке две комнатки и пристройка дом отберут потому что Галина Серебрякова купила бабушка Красудская а ты Сокольникова уже приходили из горкомхоза у тебя дом отберут дальше девочку твою вот эту маленькую заберут где дом значит а тебя ссыльной сделают вот как ты уже получила паспорт ты будешь ссыльной а до этого когда я поступала в фельдшерскую школу со мной поступала посмотрите метр пятьдесят и сейчас наверное еще меньше мне столько лет много сейчас и еще меньше меня девочка я спросила ее как твоя фамилия она говорит блин я говорю где ты живешь узбеков в сарае я говорю как зима какая бы ни была зима в Жамбуре Южный Казахстан но это зима да мой отец говорит рассказал анекдот вот в тридцать седьмом году парикмахер и нас сослали мы скитаемся по Средней Азии мама родила от узбека еще одну девочку три девочки и мы живем в сарае и я ей сказала я говорю пришла домой у нас бабушка которая нас в ссылке воспитывала была ангел вообще вот когда чеченцев выселили ночью они шли босые ноги и галоши и вот такие шапки мне было девять лет шла война и вот они шли а бабушка последний хлеб выносила и им давала вот так такая бабушка имеющая варшавскую консерваторию дочь фабриканта польского и шесть языков вот такая бабушка хоронила в одном платьице я ее вот так ну вот и эта бабушка сказала приводи их пускай они у нас живут в пристроечке они пришли к нам жить и когда мне вот это на могиле все сказали я прибежала к ним а к кому мне еще бежать она хоть и говорят вот это их мама но она соображала взрослая я говорю что мне делать у нас отберут дом девочку туда меня сын и она мне сказала здесь почетной ссылки находятся два человека знаменитый адвокат фанштейн Игорь Романович и Лина Штерн которая изобрела лекарство и столько спасла солдат она в Джамбуле была в почетной ссылке 50-е годы 50-е годы вот это был 50-й год 1950-й год замечательный Сталин еще был жив вот так и я ночью побежала к фанштейну Игорю Романовичу с тремя рублями я прибежала маленький дом много книг сидит мужчина под зеленой лампой уже такой седоватый я вошла говорю вы Игорь Романович он говорит я а ты кто я говорю я Лана Сокольникова вот вы адвокат помогите мне у меня 3 рубля я знаю адвокатом надо платить у меня ничего нет я только что бабушку скоронила и он сказал мне садись и расскажи что случилось он мне сделал все еще там облигацию мы нашли 5 тысяч ее отправили в Москву и она должна была вот-вот прийти он сказал и облигацию поделим между тобой и маленькой девочкой не говори что сестра всеми по-ладински посажены вот все мне сделал только сказал только говорит ссыльный я не могу тебя не сделать из тебя сделаю а потом когда провожал он так на меня внимательно посмотрел и сказал а ты знаешь почему я все это делаю потому что в Туркестане я был с твоим отцом Григорием Сокольниковым в 20-м году доктор Живаго да вот это да это девочка Катя которая берет это одна из историй моей жизни обо мне ГУЛАГ снял 10-часовой меня снимал музей ГУЛАГа 10 часов не дала Роман Романов и сделал нет другая Владиславовна и сделали фильм в ГУЛАГе его показывают все в ГУЛАГе про меня но там отрывок они показывают я одна единственная осталась одна единственная в России дочь человека который участвовал в Октябрьском перевороте и был занимал такие должности как нарком как посол нету никого это мне сказали комиссия по реабилитации я реабилитирована в комиссии по реабилитации при Путине когда у меня начали пенсию вот недавно отбирать вот недавно начали пенсию у меня отбирать половину мои дети продали квартиру и не успели меня прописать оказывается Собянин новый приказ сделал за три дня надо было мне сообщить что я без прописки я никуда из Москвы не уезжала нигде не работала ничего вот месяц и 10 дней и когда они нашли квартиру а паспортистка сказала ничего страшного бабушку не прописывать и ничего страшного когда нашли квартиру и пришли в горсовец и сказали о а ваша бабушка уже не москвичка где она была месяца 10 дней все мы с нее снимаем московскую надбавку это 5000 у меня всего 12 и чем сейчас на сегодняшний день Юлина говорит сейчас скажу снимаем у нее эту самую московскую надбавку и 6000 еще штраф за то что вы не сообщили вот 6000 будет платить штраф кому я обратилась к министру финансов Силуанову которому я подарила книги Сокольникова 80 лет они не издавались вот он кому-то там позвонил следите трубку никто не берет трубку не берет я рыдаю сижу все дело уходит пенсия у меня станет вообще копеечная у меня дочь учитель заслуженный зять оборонщик кем только не переработал эту перестройку вот понимаете ужасная история вот и я тогда а мимо меня все время бегал Владимир Соловьев наш знаменитый этот самый так вот Владимир Соловьев значит я взяла да ему позвонила и он на весь на весь советский на всю Россию сказал московское правительство сволочи они отбирают от очереди Сокольникова которая 20 лет скиталась по лагерям и ссылкам половина песен и я требую вернуть а 6 тысяч все равно высчитывали и тогда репрессированные из какого-то старенького фонда собрали мне 6 тысяч и привезли наличными деньгами это было совсем недавно ну что же спасибо потрясающе рассказ спасибо ну если будут какие-то вопросы да господа товарищи пожалуйста все таки почему Антипов я снова я не знаю я слышала эту фамилию это очень хороший знакомый даже у бабушки я эту фамилию слышала про Сокольникова ничего а про Антипову все время я не знаю почему он назвал Антипову я не знаю может потому что фамилия русская вот он и взял Но то, что это случайность, я почему-то думаю, что это так. Это была случайность. Стрельников – не случайность. Стрельников – понятно. А Антипов – не знаю. Он же ее переменил. Он же Антипов был изначально. Практически псевдоним. Так и у Сокольникова практически псевдоним. У меня маленький вопрос про факт. Дора Бриллиант, которая была бомбистской и сыркой, это как-то связано с фамилией Бриллиант? Это как-то имеет отношение к этой фамилии? Она думает, что она была одна фамилией. Я такую не знаю. Это знаменитая такая бомбистская. Я даже просто не думал о том, что Сокольников может быть как-то связано с Дора Бриллиант. Надо посмотреть. Потому что, в общем, такая фамилия не очень. Фамилия редкая. Надо поглядеть. Да. Надо посмотреть. Может быть. Ну, может быть, родственник. Ну, да. Ну, что ж. Может быть, родственница. Ну, я не знаю. Двоюрдная, троюрдная. Может быть. Вполне. Почему нет? Война. Да. Вот я для молодежи... Извините, я вас перебила. Нет. Ну, давайте. А потом, Ира. Вопрос. Да. Я для молодежи здесь присутствующих хочу сказать, что Брестский мир, который тут недавно наш главный руководитель назвал, украли победу, значит, заключался три раза. И потом, в советское время, был создан фильм, который назывался «Чичерин». Это фильм был двухсерийный. Покойный Филатов играл Чичерина. И все время там говорил, как он заключал этот отпуск. Ленин его называл похабный, этот Брестский мир нужный. Вот. И только когда реабилитация прошла, я получила вот это полномочие. Полномочия. Вот эти полномочия говорят о том, что во главе комиссии в 1918 году был Сокольников, а никакой не Чичерин. Это было 50 лет вранья. Вот. И, значит, еще хочу сказать, что на сегодняшний день у меня образовался большой круг людей, которые, в общем, рассказали мне об отце. Я ничего не знала, скажу вам прямо. Это историки. Это доктора экономических наук очень солидных учреждений. Вот. И один из них поехал в Брестскую крепость. Этот Брестский мир заключался в Белоруссии. Брест. Вот. Он поехал в Брестскую крепость. И совершенно случайно в музее Брестской крепости на сегодняшний день есть целая, значит, витрина, фотография Сокольникова, материалы. Я послала вот это вот. Чудеса. Да. И написано, на этом месте в 1918 году Григорий Сокольников заключил Брестский мир. Хотя это место разбомбили немцы, но в музее есть такая вот история. У нас в России такой истории нет. Про Брестский мир и про все. Кроме того, отец написал художественное произведение «Брестский мир», которое вы, если захотите, то в Озоне продается книга «Смерч», которой мама посмертно написана, как она 10 лет была вот в лагерях и ссылках и всем на свете. Стоит она всего 200 рублей. И сейчас она есть. И там есть произведение «Брестский мир». «Смерч». Спасибо. Спасибо. Спасибо, Ира. Да, ну я вообще на самом деле хочу сказать, что мне все это кажется страшно убедительным. Хотя бы имею в виду то, что обычно отвечал по сторонам сам на такие вопросы. Вот когда его спросили по поводу Живаго, не Дмитрий ли это Самарин, он сказал, через паузу не отрицая, сказал, «Но я о нем думал». То есть я полагаю, что мы там, если внимательно читать роман, а мы сейчас читаем как-то даже через перебором, но просто так случилось. Вот мы сейчас кое-что делаем с ним. Вот. Я полагаю, что все, о ком он там думал, они все там есть. Включая и Владимира Силова. Значит, включая очень многих еще. Я думаю, что мы еще там обнаружим еще какие-то. Потому что для нас все очевиднее и очевиднее становится. Красиво. Красиво. Лица. Вот они каким-то образом оттуда поступают. Вообще вся книга волшебна именно этим думанием. Вот. И поэтому мне ужасно нравится то, что сегодня произошло, и то, что у нас появился вот с таким чудесным сообщением Никита, и то, что на это сообщение прилетела прекрасная дочь. Я живу тут Питимина. Вот. Это как-то совершенно волшебно произошло. Абсолютно по-постернатовски. Согласитесь. Да. Это да. Вот. И... И... Возрадуемся. 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 Спасибо вам большое, ребята. Спасибо. Спасибо. А вы еще немножко... Можно мне... Да, конечно. Может быть, еще есть какие-то реплики или вопросы. В конце концов, у нас есть еще немножко... Ну, фотографии, да, но это... А, вот он Сокольников. Да, это он когда посадили. Да. Ну, ну... Я просто хочу к словам. Вот Сокольников. Я хочу сказать, вы говорили, что он как лощеный какой-то... Это не я говорил. Ну, написано. Да. Вот студент Сорбоны. Ну, вполне. Да. Вот студент Сорбоны. Да. Он закончил Сорбону и докторат 26 лет. А вот это, что вы рассказываете, Водкинск, это ему было 30 лет. Он никогда ружья в руках не держал. И это он воевал 8-я армия, орден Красного Знамени. Это Азинская армия. Вот. Азина, да? Армия Азина в Водкинске. Где? В Водкинске. Нет, это Сокольников команда. Нет, нет, нет. Я не принесла фотографию где-то. Ну, у меня есть. А командарм был? А? Ну, командарм был? Ну, да. Командарм Торезен был. Ну, может быть, а он может... А как сохранились вот эти фотографии после всех... Значит, у меня не было ни одной фотографии. Вот, когда я вам рассказала, как всех посадили, сестру мою не к чему было придраться. Вот ей сейчас 94 года, кто-то ее знает. Она живет на Никольной горе. Ее на 6 месяцев арестовали и был приказ Шверника. Если кто-то из членов семей врагов народа получает хотя бы год, идет следующий. Следующей была я. Ей ничего не дали, дали вольную ссылку к нам, в город Жамбул. И она приехала, у меня была фотография. Стоит мужчина и держит маленького ребенка на руках. Это была я и мой отец. Единственная фотография. И она мне сказала, что ей предъявляли. Хранение карточки врага народа. Это был ее отец Леонид Серебряков. И она мне сказала, порвать эту фотографию, и чтоб следа не было. И я порвала. Поэтому эти все фотографии, это набиралось из старых альбомов, которые вылезли из своих, так сказать, нор, когда узнали, что реабилитирован Сапонников. Оказались троюродные у меня села здесь, там брат. Вот это его мама, дочь купца первой гильдии. Между прочим, ее отец, мой дедушка, как дедушка получается. Значит, прадедушка. Если есть ее дед, то он ваш прадедушка. Он был членом пять купцов первой гильдии. До революции образовали общество, первое страховое общество в России. Называлось Россия. Туда входило Солдатенков, Коп, Гинсбург, значит, и Розенталь. И ему принадлежала Лубянка и Театр Ермоловой. Вот. Это его дочь, это моя бабушка, вот такая красавица. Дочь это, а это я вот такая узбечка, в ссылке. Да, узбечка. 18 лет. Да, гульнары, прощай, гульнары. Вот это я, 18 лет. Точно. Никита, а вот...